Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Найди меня, мама, на фото. Новый самарский хэштег. Красоты города днем и ночью. За что? Фейсбук заплатил россиянину 40 тысяч долларов. Назван самый популярный пароль. Не ваш ли? Робот-журналист написал свою первую статью. Япония утопает в снеговиках. Зачем снимать попкорн на видео и о ком говорили все? Это и многое другое прямо сейчас. Актуальные самарские хэштеги не перестают радовать пользователей своим разнообразием. Вы уже знакомы с такими хэштегами, как Самара-городок, Самара-город-курорт, Красивая Самара, Самара-котическая и так далее. Сегодня вашему вниманию и, кстати, по просьбе трудящихся представляю новый хэштег Самара-2017. По сети обнаружилось несколько тысяч фото и видео, снятых за первый месяц нового года. Смотрим самый популярный из них. Не устаю раздавать лайки нашим самарским фотографам, которые, в свою очередь, не устают радовать нас своими работами. На днях в сообществе ВК Красивая Самара Константин Тимофеев выложил свою фотоподборку. На снимках будто кадры из какого-то волшебного фильма. Загородный парк, снегопад, работа с цветом и, пожалуйста, глаз радуется. Ну и для контраста. Альбина Михайлова прогулялась зимним днем в парке Воронежские озера. Запись с фотоподборкой появилась в сообществе ВК Самара. Красота неописуемая, пишет автор. Сотни лайков это подтверждают. И на десерт. Немного ночной Самары. В объектив Алексея Ахтерякова попала площадь славы. И если вы еще думаете, куда сходить прогуляться вечером, выбор очевиден. Назван самый популярный пароль в мире. Эксперты проанализировали информацию крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль 123456 использует около 20% интернет-пользователей. Всего в результате масштабных взломов за год пострадали более 10 миллионов человек. Некоторые популярные комбинации вы сейчас видите на экране. Если что-то из этого похоже на ваш пароль, срочно его меняйте. А лучше делайте это регулярно. Специалисты отмечают, что благодаря таким вот легким паролям, мошенникам даже не нужно разбираться в механизме взлома. Чаще всего аккаунтами жертв можно завладеть методом перебора. Важный совет для всех. Используйте при создании пароля разные регистры, цифры и символы. Социальная сеть Facebook выплатила российскому хакеру Андрею Леонову рекордный гонорар за найденную уязвимость. Об этом Леонов сообщил в своем блоге. Россиянин обнаружил в программном обеспечении соцсети ошибку, на которую случайно наткнулся во время тестирования стороннего сервиса. Затем Леонов изучил проблему и представил всю необходимую информацию техническим службам Facebook, которые устранили уязвимость в ноябре 2016 года. В итоге соцсеть выплатила хакеру вознаграждение в 40 тысяч долларов. Китайский робот-корреспондент Сяо Нань опубликовал свою дебютную статью в газете Гуанчжоу. Материал посвящен увеличению поездок накануне китайского Нового года. Роботу потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов. По словам создателя робота-журналиста, это не означает, что в ближайшем будущем машины заменят людей. На сегодняшний день робот не умеет брать интервью, а также задавать дополнительные вопросы, опираясь на прошлые ответы. Но создатель робота-репортера настроен оптимистично и надеется, что в будущем эти устройства смогут выступить в качестве помощника издания. Этот фотопроект на минувшей неделе наделал столько шума. О нем говорили все мировые СМИ. Эту запись репостили, комментировали и обсуждали, обсуждали, обсуждали. Житель Израиля Шахак Шапира опубликовал проект Йолокост. По его словам, таким способом он хотел показать, что использование мемориала памяти жертв Холокоста в качестве арт-объекта может быть неуместным. Шахак Шапира совместил обычные селфи-туристов на фоне мемориала с документальными снимками. Мемориал представляет собой территорию, на которой установлены более тысячи серых плит различной высоты. Он является одной из главных туристических достопримечательностей в центре столицы Германии. Многие туристы ради удачного снимка забираются на плиты мемориала. Некоторые из них прыгают, используют скейтборды или велосипеды. В проекте Йолокост фотографии туристов отредактированы. Они позируют на фоне жертв нацистов. Комментарии к исходным постам, хэштеги и лайки автор проекта оставил без изменений. Как говорится, без комментариев. Неизвестно, кто был первым, кто начал фотографировать еду и выкладывать ее в социальные сети с немыслимыми хэштегами. Мир должен знать, что я ем или не съем, пока не сфоткаю. Однако еду продолжают снимать и порой делают это очень красиво. К примеру, замедленная съемка позволяет нам заглянуть в мир, который мы обычно не видим и даже не подозреваем, что там происходит. В сети появилось видео, в котором одно кукурузное зерно превращают в попкорн. Процесс происходит в 1250 раз медленнее, чем в реальном времени. Как сейчас модно говорить, я залипла. Немного милости в этот зимний день посылают вам, жители Японии. В стране восходящего солнца новая забава – необычные снеговики. На днях на Японию обрушился сильнейший снегопад, и жители принялись лепить снеговиков, тысячи снимков которых наводнили социальные сети. Чаще всего источником вдохновения для снежных скульптур становились образы из популярной культуры – кошка Китти, Хеллоу Китти, Олаф из Холодного Сердца, Бэймакс из Города Героев, Снупи – персонажи известных фильмов и мультиков. Еще один популярный зимний тренд в Японии – снеговики в виде реальных животных в натуральную величину. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Смотрите нас через приложения на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока.